В студии с выпуском новостей. Меркин Драсов. Здравствуйте. 16 августа в территориальной избирательной комиссии состоялась жеребьевка по распределению печатных площадей и эфирного времени в средствах массовой информации для кандидатов и депутатов Государственной Думы. Наша съемочная группа наблюдала за процессом. Жеребьевка проводилась в территориальной избирательной комиссии совместно с печатными изданиями «Кумертауское время» и «Юшатыр» по размещению бесплатных и платных материалов в печатных изданиях нашего города и платного эфира в телерадиокомпании «Арис». Жеребьевка проводится следующим образом. Сначала мы определяем очередь проведения жеребьевки среди периодических печатных изданий. Перед началом жеребьевки сотрудники печатных изданий предоставили данные об объеме площади для публикации агитационных материалов для каждого кандидата и данные о количестве номеров, в которых будут опубликованы статьи. За весь агитационный период, который у нас 22 августа, 17 сентября, будет 7 номеров газеты «Кумертауское время». Это без учета субботних номеров. Традиционно субботные номера в агитационной компании не учитываются. Первыми в жеребьевке приняли участие 14 политических партий, официально зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по одномандатному избирательному округу номер 7. Российская экологическая партия «Зеленая». Следующими распределили печатную площадь 9 представителей кандидатов, депутаты Государственной Думы по 7-му Салаватскому одномандатному избирательному округу. Информация по протоколу, в котором были зафиксированы результаты жеребьевки, будет принята постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан и официально размещена на сайте ЦИК РБ. Сейчас у нас на связи председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Николаевич Подковка. Михаил Николаевич, я вас приветствую. Завершилась регистрация кандидатов депутата Государственной Думы Федерального собрания 7-го созыва по Салаватскому одномандатному округу номер 7. Что вы можете сказать на сегодняшний день по результатам регистрации? Здравствуйте. В городе Кумертау из 11 выдвиженцев, которые представили документы в территориальную избирательную комиссию, от политических партий зарегистрировалось 9 человек. И два самовыдвиженца у нас не прошли условия регистрации по различным причинам. И 12 августа было принято решение территориальной избирательной комиссии по отказу в регистрации, как я уже сказал, Сидорову Виталию Алексеевичу. И по аннулированию выдвижения Зубакова Сергея Геннадьевича. Следующим этапом предвыборной кампании является размещение агитационных материалов в средствах массовой информации на теле, радио, эфире и в печатных изданиях. Есть ли какие-то определенные условия, которые требуются соблюдать от кандидатов в данном процессе? Напомню, что по выборному законодательству за 28 дней кандидаты в депутаты имеют право разместить какие-то агитационные материалы в средствах массовой информации. Вот такой срок начинается с 20 августа 2016 года. И кандидаты в депутаты имеют право разместить на бесплатной и платной основе информацию на телеэфире, информацию на радио и информацию в печатных изданиях. Как нам уже известно, для размещения агитационных материалов СМИ по всей территории Российской Федерации проводятся жеребьевки. На территории нашего города жеребьевка прошла 16 августа. Результаты были зафиксированы в протоколе. Каким образом кандидаты могут уточнить информацию по итогам жеребьевки? Хочется напомнить, что кроме жеребьевки в городе Кумертау, в эти три дня прошли жеребьевки и в остальных субъектах Республики Башкортостан, во всех печатных изданиях, на бесплатной и платной основе. Таким образом, эта информация вся будет аккумулироваться на сайте ЦИК Республики Башкортостан, где в свободном доступе можно будет зайти и посмотреть, когда какой кандидат свои материалы будет размещать в печатных средствах массовой информации. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Напомню, что на прямой связи со студией был председатель территориальной избирательной комиссии Подковка Михаил Николаевич. Арестовать нечего, но зато есть кого. Судебные приставы продолжают активную работу по привлечению должников к ответственности. И сегодня утром совершили очередной рейд. Служба отправилась в гости к тем, у кого чувство долго напрочь отсутствует. В закрытой двери стучалась и наша съемочная группа. В списке в основном злостные неплатильщики. У некоторых более десятка просроченных квитанций. Причем все они предпочитают скрываться от судебных приставов. Тяжело, сейчас он будет. Вручить постановление лично – большая удача. Чаще всего за должников отдуваются родственники или соседи. А что-то соседу вашего? Сурайя в комедии спилы. Он оживился вообще? А свет по-твоему рассказывает? Я мальчику столько вижу. Вечер-то, да? А слава? С самого. Вчера не пили. Не пили. Вчера не пили. Нет, не пили. Еще один адрес. Попасть не так просто. Судебные приставы признаются. Должники, с которым приходится работать, часто бывают агрессивными и невменяемыми. Зайдя в подъезд по улице вокзальной, алименщик встречал нас прямо на пороге своей квартиры. В начале восьмого утра ему идти куда-то явно не хотелось. По словам соседей, мужчина употребляет спиртное регулярно. Живет в квартире с матерью, но она выгнала его и не пускает домой. Служба доставила правонарушителя в здание городского отдела судебных приставов для составления протокола. Так как нарушитель находился в алкогольном опьянении и не мог самостоятельно ознакомиться, были приглашены понятые. Представляется протокол административного правонарушения по статье 20.25 по неуплате штрафа административного в размере 1000 рублей по постановлению мирового судьи в воспрепятствии незаконной деятельности судебного пристава 17.8 КУАП. Должник не оплатил в установленный срок 60-дневный штраф. В отношении него составляется протокол административного ответственности. Должник отказывается от подписи. Вы, как понятец, здесь тябут. Подпись и расшифровка. По словам приставов, задолженность составляет всего 1000 рублей. Вроде сумма небольшая, но почему-то платить он просто не желает. Но можно с уверенностью сказать, что наказание последует. Сегодня составлен один административный протокол. И должник сейчас будет доставлен в суд для рассмотрения данного протокола. По статье 20.25 Кодекса административного правонарушения предусмотрена следующая ответственность. То есть штраф в двойном размере, либо до 15 суток лишения свободы, либо обязательные работы. Судебные приставы рекомендуют должникам уплачивать штраф в установленный законом срок 60 дней. А лучше стремиться быть законопослушным гражданином. Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В Ермолаеве мероприятия по случаю профессионального праздника спортсменов прошли в минувшую субботу. На площадках были организованы спортивные мероприятия. Что такое спорт по-ермолаевски, смотрите в нашем репортаже. Одним из самых спортивных торжеств в нашей стране по праву считается День физкультурника. Впервые его отметили в 1939 году. По традиции в нем принимают участие как спортсмены, так и граждане, любящие физкультуру. Ежегодно День физкультурника проходит с большим размахом. В этот день каждый смог найти для себя турнир по душе и силе, в котором он готов показать свои умения. В этот день в Ермолаево прошло множество различных состязаний, рассчитанных не только на профессиональных спортсменов, но и на обычных жителей, увлеченных физкультурой. Такая направленность выбрана не случайно. Ведь здесь уделяется большое внимание именно массовому спорту. Одна из заслуг в этом председателя Комитета по физкультуру, спорту, туризму и молодежной политике Василия Копылова. Василий Иванович не оставил без поздравлений жителей. Сегодня действительно очень знаменательный и трогательный день. День физкультурника. Людей, которые отдают себя самому лучшему в жизни. Благодаря им страна становится сильнее. Спортсмены повышают свой спортивный уровень и доказывают его на всех уровнях соревнований. И именно славу приносит часто спорт. На торжественной церемонии спортсменам и тренерам были вручены почетные грамоты от администрации района. А игрокам футбольной команды еще и денежное вознаграждение. Они представляют Куиргазинский район. Стоит напомнить, в конце июля ребята стали победителями финальных соревнований 24-х сельских спортивных игр по футболу. А юным хоккеистам из команды тренера-преподавателя Александра Соколова были вручены зачетные классификационные книжки первого разряда. Громкие, громкие аплодисменты. Поздравил жителей и глава администрации района Ахат Кутлахметов. Дорогие спортсмены, дорогие жители нашего района, еще раз поздравляю всех награжденных, которые заслуженно получили почетную грамоту администрации муниципального района Республики Башхорстан и достойно получили благодарственные письма. Это действительно нелегкий труд, который вы делаете. Это спорт, не каждый может сегодня заниматься и достигать высоких высот. Поэтому вы молодцы, и мы от души действительно поздравляем. В течение концертной программы выступали творческие коллективы районного дворца культуры. А юные спортсмены радовали зрителей показательными выступлениями. После торжественного концерта развернулись соревнования по различным видам спорта. Мальчишки и девчонки радовали своих родителей своими умениями. А зрители громко подбадривали ребят. По традиции закончилось мероприятие награждением. Победителям и призерам были вручены подарки. Но самое главное, конечно же, для участников – это положительные эмоции от соревнований. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале АРИС.